На библейский портал Экзегет пришел вопрос, в каких случаях донос оправдан с христианской точки зрения, когда допустим донос. Донос недопустим никогда, если он ложен, безусловно, потому что сказано в Декологе Моисеевым «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Наверное, донос возможен, когда твой ближний готовит какое-то страшное злодеяние. Если вы видите, что он готовится кого-то убить, и это намерение вполне реальное, вот тут, может быть, для того, чтобы избежать вот этого страшного зла, и можно сообщить об этом в правоохранительные органы. Потом ведь мы знаем, что в Евангелии, в Евангелии от Матфея, 18 главе, Господь рассказывает, как надо поступать с прегрешающим против тебя братом, что сначала надо пойти обличить его наедине, если послушать тебя, то приобрел ты брата своего. Если же не послушать, возьми с собой еще одного или двух, если не послушать, то скажи церкви, то есть во всеуслышание в церковном собрании объяви, если не послушать, будь от тебя как язычник и мытарь, то есть как чуждый человек абсолютно для иудеев. Вот, может быть, имеет смысл обличить, но я бы хотел сказать, что нам надо смотреть, какова будет польза человеку. Вот иногда человек готов будет выслушать обличение наедине и не сможет его выдержать при свидетельстве других людей, просто потому что его гордыня не вытерпит этого. И в таком случае мудро будет обличить его наедине. Мне кажется, что в любом случае будет больше надежды, если вы обличаете человека, когда вы за него перед этим помолитесь. Вот вы молитесь за человека, потом идете и говорите ему, что вот так и так и так нельзя. Вот если вы видите, что человек, повторюсь, готовит какое-то страшное злодеяние, тогда, я думаю, что донос не будет грехом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.